Здравствуйте, меня зовут Антон Петрович. Это программа «Губерния сейчас». Самые заметные события и комментарии за последнее время. У нас только проверенная информация, только надежные источники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы на набережной возобновились, но, честно говоря, рабочих там не видно, их практически нет. Это же подтверждают и местные жители, которые на набережной встретились с Михаилом Дегтяревым. То ли бабки отмывают, то ли я не знаю. Должны были в этом году, в августе, создать объект. Ничего не сдаётся. Это что, это так и будем? Лучше бы вообще не разбирали бы её. Потому что все вот мамы молодые, все же сюда идут гулять. Особенно летом, потому что и так уже второе лето нет погоды. Приходишь здесь, это дурдом. Как был, так и остался. Ничего не делается. Вообще ничего не делается. Она ухоженная была, да? А то всё поразломали и бросили на произвол судьбы. Вот я смотрю, делают отсыпку этого, песка. Отбойников-то нету. Весна придёт, всё это всё смоют. Всё, что нам нужны отбойники. Горнообогатительный комбинат построят в Хабаровском крае. Он будет производить медный концентрат, но уже потом из него в других странах, на других предприятиях будут производить непосредственно медь. Планируемая мощность предприятия составит 2 миллиона тонн переработки в год. И планируется построить комбинат за два года. С 2020 по 2022. Чтобы начать строительство, необходима дополнительная земля. Причём не просто земля, а земля, которая бы шла по льготным экономическим условиям. Имеется в виду территория опережающего развития. Поэтому на инвестиционном совете в правительстве Хабаровского края было решено расширить тор Комсомольск ещё на территорию Солнечного района. И теперь инвестор сможет воспользоваться теми самыми налоговыми льготами. Готовую продукцию с этого комбината будут продавать в Китае, Японию и Южную Корею. Объём заявленных инвестиций около 30 миллиардов рублей. Новую программу ликвидации ветхого и аварийного жилья начали разрабатывать в Хабаровском крае. В неё войдут дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Напомню, одна программа в Хабаровском крае уже действует. Вот согласно ЕИ сейчас расселяют дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, ну то есть в 2016 году. По этой программе новое жильё должны получить почти 800, точнее, да, почти 850 человек. И вот теперь готовится новая программа по переселению. Что, собственно, в неё войдёт? Планируется расселить 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На это потребуется около 15,5 миллиардов рублей. Большую часть средств должен выделить федеральный бюджет. Он это делает через фонд содействия реформированию ЖКХ. И, как сказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин, вот в новой программе жильё будут преимущественно строить, а не покупать на вторичном рынке. Один из путей решения проблемы – больше строить жилья самостоятельно и не приобретать готовые квартиры для переселенцев. Сейчас закон позволяет закупать жильё, но это обходится дороже. Ранее активно строили дома для расселения только в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. А, к примеру, в Хабаровске объёмы строительства были минимальные. Но уже в ближайший год ситуация должна кардинально поменяться. Для этого в программу должен быть активно вовлечён и Краевой Минстрой. Пока же по действующей программе к 2025 году запланировано строительство домов сразу в 13 муниципалитетах. Ну вот сегодня Дарий Тюрин будет гостем программы «Говорит губерния». Во время интервью речь пойдёт именно о расселении из аварийного фонда, ну и в частности о формировании новой программы. Уровень воды у Хабаровска сегодня составляет 494 сантиметра. За сутки река прибавила 4 сантиметра. Ну и, как сообщает пресс-служба МЧС, в ближайшие двое суток подъёма воды не ожидается. То есть, ну вот наступила некая равновесие. Сколько оно продлится, пока сказать сложно. Вода тем временем пришла уже в 7 населённых пунктов Хабаровского края. В зоне паводка оказалось 1086 дачных участков, огородов, придомовых территорий. Ну там, где люди проживают постоянно, а не просто ездят на выходные возделывать огород. Сотрудники МЧС сейчас работают, например, в таких сёлах, как Бычиха и Корсакова-2. Там они помогают всем желающим вывести, например, тяжёлые вещи, переждать где-то паводок, может быть, у родственников, может быть, в другом населённом пункте. Ну и, конечно, постоянно наведываются спасатели на острова. Это Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Вот там, по последним данным, уже затопило 958 дачных участков. Спасатели проверяют, что там, как дела обстоят у дачников, спрашивают, не нужна ли им помощь. Ну вот, как показывает практика, наши дачники к большой воде уже привыкли и, в общем-то, сами понимают, как нужно действовать, когда вода заходит в огород или начинает подтапливать дом. Грунтовая была вот так, 4,30-4,50, она уходила, когда быстро уходит. А сейчас она будет долго, наверное, стоять. Ну да, уровень ещё пока растёт. Вот с этой стороны, с протоки, она заходит и быстро уходит. Поэтому я наверху сажу. Статус многодетная семья теперь будет действовать дольше. До недавнего времени статус многодетная семья, он, ну, как бы, исчезал, утрачивался, когда ребёнку исполнялось 18 лет. Ну, то есть он выходил из возраста ребёнка, как это прописано в законодательстве. Ну, соответственно, терялись льготы, там положенные компенсации и прочее-прочее, всё, что полагалось многодетной семье. Ну, вот теперь всё будет несколько иначе. Краевая дума приняла законопроект, по которому льготы в отношении многодетной семьи продолжают действовать до тех пор, пока ребёнку не исполнится 22 года, но в это время он должен учиться на очном отделении, в высшем учебном заведении или в среднеспециальном учебном заведении. Льготы, соответственно, будут сохраняться. Давайте я напомню, о каких, собственно, льготах идёт речь. Итак, многодетным семьям в Хабаровском крае предоставляются ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 30%, денежная выплата в размере 720 рублей или проезд по социальной транспортной карте на сумму 1000 рублей. Это для каждого школьника. Также ежемесячно выплачивается пособие на ребёнка. Есть возможность поучаствовать в такой программе, которая называется «Социальный контракт», получить льготные лекарства по рецептам врачей в возрасте до 6 лет. За всеми этими льготами, за назначением всех этих выплат нужно обращаться в Центры социальной поддержки по месту жительства либо в многофункциональные центры. 8 сентября заканчивается приём заявок у тех, кто решил войти в Народный совет. Напомню, этот совещательный орган создаётся по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. По данным, на 6 сентября от жителей Хабаровского края поступило 403 заявления. Через портал «Голос-27» принято 312 обращений. Сейчас идёт интернет-голосование, но помню, что чтобы выиграть это интернет-голосование, кандидатура должна набрать больше 250 голосов. Такой отбор уже прошли 32 человека. Также в состав совета уже включены 19 блогеров. По этому пункту условия следующие. У блогеров должно быть не менее 5000 подписчиков в любой из социальных сетей. Но, естественно, это должна быть личная страница или личный аккаунт. Кроме того, 31 человек включён в состав совета по личному приглашению Михаила Дегтярёва. 18 человек выдвинули общественные советы. Ну, вот те, которые работают при органах власти, как муниципальных, так и государственных, то есть исполнительной власти. Ещё 23 жителя края собрали подписные листы в свою поддержку. Но вот здесь нужно, чтобы поддержку было собрано не менее 100 подписей. Ещё раз напомню, 8 сентября – это последний день приёма заявок. То есть завтра ещё можно успеть, потом заявки уже не будут приниматься. Но вот телефоны для справок вы видели на своём экране. Ну, вот если есть желание войти в Народный совет, вы можете ещё успеть. Пока прервёмся на рекламу и продолжим через несколько минут. Первая станция раздельного сбора мусора открылась сегодня в Хабаровске. Напомню, у нас в городе уже нечто такое было. Я говорю об экогараже, который располагался на улице Истомина. Но дело в том, что вот этот экогараж пользовался таким спросом. По некоторым данным, там за выходные до 2000 человек приезжало и сдавало мусор, который разделяли дома. Что просто потребовалась уже стационарная станция, которая бы работала на постоянной основе. И вот сегодня она открылась. Эту станцию уже осмотрела наш корреспондент Наталья Приходько. Сейчас она у нас на связи. Наташа, добрый день. Ждём от тебя подробностей. Сегодня в Хабаровске открыли первый стационарный пункт для раздельного сбора отходов. То есть, привезти в торсырьё на переработку можно практически в любое время. Находится эта станция на парковке торгового центра Экодом. Посмотрите, как интересно здесь всё оформили и украсили. Вот такие окошечки для приёма каждого отдельного вида отходов, где всё подписано. Легко понять, легко разобраться. То есть, здесь принимают крышечки, здесь принимают алюминий, сталь, жестяные банки, также стекло, макулатуру, электро, хлам. Под окошечками находятся вот такие таблички, где всё довольно подробно описано, как необходимо этот мусор сдавать. Кроме того, вот для батареек есть специальная ёмкость. Ещё, конечно же, можно привозить сюда пластик. Определённые виды пластика, скажем так. Обязательно нужно уточнить, какой. Всю информацию также можно узнать на официальной страничке раздельного сбора отходов в Хабаровске в Инстаграм. Сейчас покажу, как всё выглядит внутри. Вот так всё выглядит внутри. Напротив каждого окошка вот такие мешки. Вывоз осуществляется раз в неделю, они подписаны. Здесь будет находиться сотрудник, который в случае чего поможет с сортировкой. Время работы этого стационарного пункта с 10 часов утра до 8 часов вечера. Но возможны корректировки. Антон? Да, Наташа, спасибо. Напомню, что это была наша корреспондент Наталья Приходько. Она вот сейчас осмотрела новый, вернее, не новый даже, новый, первый стационарный пункт раздельного сбора мусора в Хабаровске. Напомню, он находится на площадке рядом с торговым центром «Экодом». Если вы вот за раздельный сбор мусора, то, пожалуйста, можете привозить, сдавать его вот именно в этот центр, в этот пункт. Уличный медицинский центр работал в эти выходные на Комсомольской площади Хабаровска. Ну, во-первых, там прошла акция, которая называется «Донорская суббота». На площади развернулась мобильная станция по сбору крови. Вот это не ее сейчас показывают. Да, может быть, сейчас покажет все-таки мобильный. Не факт, да, вот говорит мне режиссер. Да, ну увидим. В общем, пришло в этот мобильный пункт по сбору крови 170 человек. 129 из них сдали 60 литров крови. Вот остальных не допустили к сдаче. Объясню почему. Дело в том, что кровь нельзя сдавать тем, кто страдает анемией. Ну, или человек вот недавно переболел коронавирусом и сейчас еще не успел оправиться от этого. Да, вот она, мобильная станция переливания крови. Вот так она выглядела. Конечно, на Комсомольской площади можно было пройти такое экспресс-тестирование. Ну, например, вас измерят, могли измерить давление. Можно было пройти флюорографию, кстати сказать. Ну и, естественно, можно было поставить прививку от гриппа. Вот то видео, которое показывали в самом начале. Да, и сейчас, по-моему, вот его показывают. В итоге за время работы такого мобильного прививочного пункта в него пришло почти полторы тысячи человек. Прививки ставили врачи из третьей и шестнадцатых городских поликлиник. Они же следили за тем, чтобы вакцина хранилась в правильных условиях. Температура хранения вакцины от плюс двух до плюс восьми с хладоэлементами, с термоиндикаторами. То есть хладоэлементы мы, получается, меняем. Сейчас у нас в этой сумке уже температура плюс семь, в этой пока плюс два. Поэтому я быстренько перекладываю сюда, чтобы температуру сохранить. А их как-то подвозят, эти вам хладоэлементы или как? Да, мы созваниваемся с водителями. Водители нам привозят новую сумку с новыми хладоэлементами. Все, и мы меняем. Медицинский туризм планируют развивать в Хабаровском крае. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщили представители Крайового Минздрава. За 2019 год медицинская помощь была оказана более чем 17 тысячам иностранцев. В этом году – 11 тысячам. В основном это граждане бывших республик СССР, часть – китайцы. Люди преимущественно обращались за помощью в больницы и поликлиники по необходимости. Некоторые, в частности граждане Китая, делали процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая у нас доступнее. Планируется увеличить количество иностранных медицинских туристов, которые ехали бы за такой специализированной помощью. Ну и несколько цифр. Вот по данным Крайового Минздрава, в 2020 году иностранцам оказали медицинскую помощь на сумму 54,5 миллиона рублей. Развивать медицинский туризм, ну что логично, планируется с помощью туристических агентств. Правда, до этого нужно решить еще одну проблему. Заключается она вот в чем. Вот в медицинских учреждениях, куда могут приехать туристы на лечение, или вот на, чтобы сделать тоже эко, нужны переводчики, которые с ним будут разговаривать. Но вот пока их только планируется привлекать к этой работе. Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Хабаровске с 20 по 24 ноября. Причем это будет уже юбилейный фестиваль, десятый. Да, вот так время незаметно пролетело. Уже прошло 10 лет со временем первого фестиваля. Посмотреть выступления музыкантов можно будет в Хабаровском музыкальном театре. Конечно, выступления будут проходить и в филармонии, но это не все. Музыканты поедут и по поселениям Хабаровского края. Но в частности сообщается, что они выступят в Амурске, Бикини, но и в других поселках Хабаровского района. Приедут гости. Естественно, будут участвовать и наши краевые музыканты. Это Дальневосточный симфонический оркестр, солисты филармонии. Как говорит сам Юрий Башмет, формироваться программа фестиваля будет следующим образом. Понятно, что будут и новые выступления, будут новые участники. Но также планируется собрать такой большой гала-концерт, на котором будут показаны номера победителей прошлых фестивалей. То есть те, которые проходили в предыдущие 9 лет, а это будет уже 10-й фестиваль. Конкурс «Час удачи» начался на нашем телеканале. Это такая традиционная акция, на которой, ежегодная традиционная акция, на которой мы разыгрываем дачный дом. Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Присылайте свои смс со словом «дача» на номер 4647. Вы вот видите сейчас его на экране, запомните или сфотографируйте. Победителей конкурса выберут 26 сентября. То есть вот большой лототрон всех участников с номерами карточки закинут. Ну и будут лототрон раскручивать и, соответственно, вытаскивать победителя. Более этого, начиная с 14 сентября в программе «Утро с губерния» будут проходить розыгрыш ежедневных призов. Ну, естественно, в этих розыгрышах будут участвовать те, кто прислал свои смс, свои заявки на участие в основном большом конкурсе. Дома разыгрываем каждый год, эти дома стоят, и, в общем-то, люди пользуются ими с удовольствием. Так что принимайте участие, вдруг в этот раз повезет именно вам. Давайте теперь посмотрим, что сообщают социальные сети, какие еще яркие заголовки вот к этому часу есть на просторах интернета. Вот очень важная новость, как мне кажется, компенсации дачникам за проезд к своим участкам увеличились, сообщает пресс-служба правительства края. Ну, вот точнее, продлен срок, за который можно получить часть денег за проезд. Льготники могут получить компенсацию за 82 поездки, совершенные в период с 1 мая, внимание, по 31 октября. Раньше этот срок был ограничен 1 октября. Кто может рассчитывать на эту компенсацию? Это неработающие инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов, ветераны боевых, действия реабилитированные, труженики тылы, ветераны труда, ну и, конечно, люди старшего возраста. Список довольно большой. Документы на эту компенсацию можно подавать в свои центры социальной защиты, либо через многофункциональные центры, либо через сайт услуги 27. В конце сентября Комсомольск на несколько дней останется без цифрового телевещания. Об этом сообщает телеграм-канал Комсограм. Все дело в том, что передающий центр начнет ревизию своего антенного хозяйства в Комсомольске. В связи с этим вещания не будет с 24 по 28 сентября с 9 до 16 часов. Ну, за исключением, естественно, выходных дней. Опять же, все будет зависеть от погоды. Если будет сильный ветер или дождь, то вот с антенным хозяйством будет очень сложно разбираться, поэтому работы будут переноситься. Так, что вы увидите в телевизоре, когда будут проходить эти работы? На экране будет надпись «Сигнала нет» или «Слабый сигнал». Ни в коем случае не надо перенастраивать телевизор или приставки. И как только работы закончатся, все каналы будут показывать в обычном режиме, вот на тех кнопках, на которые они уже были настроены. Футбольный матч в Хабаровске стал третьим по посещаемости в седьмом туре ФНЛ. Такие данные приводит портал Турстар по итогам игры, которые прошли 5 сентября. Первое место занимает игра в Самаре. На нее пришли 3714 зрителей. Второе место у Воронежи. Там матч посмотрели 2054 болельщика. Ну, а игру в Хабаровске между командами СКА Хабаровска «Торпеда Москва» посетили 1858 человек. Ну, кстати, наши проиграли 0-2. Когда закончится ремонт дороги на улице Шелеста? Вот буквально в эти минуты мэр Хабаровска Сергей Кравчук поехал осматривать объект. С ним поехали и наши корреспонденты. Кроме того, они хотят спросить у него, когда же закончится еще и ремонт улицы Краснореченской, которая вот длится, длится и длится. Ответы на вопросы сегодня в программе новости в 19.00. Ну, а у меня пока на этом все. Увидимся в эфире. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!